Сложные стойки и прыжки этой маленькой девочке удаются с легкостью. Карина Жоглик в свои 9 лет уже двукратная чемпионка Беларуси по чирлидингу. На ее счету 13 медалей и участие в соревнованиях различного уровня. Раньше Карина выступала в паре. Сейчас она в составе команды Майами средней школы номер 40. Девочка признается, самое сложное для нее это шпагат, а все остальное дается легко. Нравится, потому что здесь добрые тренера и очень нравится, потому что вот эти бомбочки и движение так красиво нравится. Красиво очень выглядит, что когда танцуешь, с тобой все любуются, занимаешь места, получаешь награду. Команда Майами одна из 14 на областных соревнованиях по чирлидингу. Но за яркими помпонами и милыми костюмами скрывается большая работа. Чтобы оценить ее, в Беларуси уже во второй раз проходит Республиканская лига по чирлидингу среди школьников. В соревнованиях три номинации – «Чир», «Чирлидинг-шоу» и «Фристайл-пом-тим». На площадке участники строили сложные пирамиды, скандировали кричалки и соревновались в слаженности и четкости движений. Чирлидинг зародился в Америке еще в 19 веке, но в Гродно им начали заниматься совсем недавно. Несмотря на это, у наших спортсменов уже высокие результаты. Серьезно занимаются вообще в Гродно чирлидингом, наверное, лет 8. Еще с 2008-2009 года, когда проходили первые соревнования, они еще проходили на базе Гродницкого государственного университета имени Янки Купалы, тогда, наверное, в Гродно зародился чирлидинг. Гродницкая область после города Минска является лидирующей по количеству команд и по своей результативности и подготовленности. Преимущество чирлидинга – это совмещение акробатики, гимнастики, танца и даже ораторского мастерства. Поэтому все чаще родители отдают своих детей на этот зрелищный, но непростой вид спорта. Развивает, наверное, гибкость, растяжку, фигуру, конечно же, потому что мы стараемся в основном брать деток с хорошей фигурой. Вытягиваются ножки, осанка появляется, девочки становятся грациозными. С детьми, конечно, работать сложно, сложнее, чем с взрослыми детьми, потому что нужно растягивать, нужна гибкость для чирлидинга, поэтому многие начинают плакать, не поддерживают и уходят. В чирлидинг можно прийти в любом возрасте. Например, для 12-летней Екатерины это первое соревнование. Она занимается в команде всего год, но уже входит в основной состав. Ее увлечение чирлидингом началось с американских комедий. Я еще в фильме пару какие-то смотрела, там был чирлидинг, и мне захотелось попробовать. Я позвонила одной девочке, и вот она занималась этим чирлидингом, и я тоже решила пойти. Для меня самое сложное упражнение – это прыжок той-тач. Высоко надо поднимать ноги, и это очень тяжело. По результатам областного этапа отобрали шесть команд. Именно они представят Гродненскую область на республиканских соревнованиях по чирлидингу. Чемпионат пройдет 2 апреля в Минском дворце спорта. Юлия Гасила, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова